Гонбольная Лига Чемпионов Звезды против будущих звезд, кто же сильнее? И, наконец, специальная рубрика героями, которые стали Нока Сердорушич и Никола Карабатич. Они расскажут о своих уникальных отношениях вне спорта. Всем привет вашему вниманию в видеожурнал Гонбольной Лиги Чемпионов. Лучшим игроком третьего тура вновь стал представитель Веспрома. На сей раз правую угловой Гаспар Маргуч, реализовавший шесть семиметровых бросков и забросивший победный мяч. Воссоединение года в Париже Никола Карабатич встретился с человеком, который раскрыл его. Нока Сердорушичем. Именно Нока оказал доверие Николе в киле, когда гонболисту было 21. Сейчас он мировая звезда. То время, когда я работал с Нокой в киле, наиболее важное в моей карьере. Все потому, что у Ноки я многому научился, да и команда у нас была сильная. Не думаю, что я достиг бы того уровня, на котором сейчас нахожусь, не встретив жизни Ноку. Он обучил меня всему, не только тактическим или техническим нюансам, но и простым человеческим отношениям. Не только гонбол объединяет двух этих людей. За время совместной работы их отношения вышли за рамки спорта. Тесные связи сохранились по сей день. Когда я подписал Николу, он приехал в Киль со своей мамой, папой, который, к сожалению, уже умер, и маленьким братом. Помню, как его отец заглянул ко мне и сказал, хочу съездить во Францию, сына оставляя под твою ответственность. Ты для него временный отец. Когда меня не будет в городе, позаболься, пожалуйста, о нем. Когда папа Николы умер, я спросил у жены, что теперь мне делать. Ведь, во-первых, бы работая вместе, а во-вторых, у меня есть свой сын. Что я могу сделать? Сейчас он часть моей семьи. Вот вам и ответ на все вопросы. Годы шли, а отношения все крепчали. Он действительно в отличных отношениях со всеми моими родными. Мы были на связи даже, когда он уехал работать в цели, а потом трудился со национальной сборной Словении. Мы старались искать любые возможности для встречи, не терялись. И знаете, это здорово. Он думает на площадке. Он самый настоящий маэстро. Не просто левый полусредний. Быть лидером команды непросто. Ты должен понимать игру. Где дали слабину, что можно изменить. Поэтому для Николы очень важно, чтобы с командой работал серьезный тренер, который будет ему помогать. Я, например, буду. Посмотрим, удастся ли дуэту привезти в Париж серьезные трофеи. Приятный с точки зрения туризма, но не с точки зрения перспектив набрать очки. Такой выезд был у Загреба в рамках четвертого тура. Выезд в Париж, где действительно набрать очки очень непросто. Хозяева начали встречу агрессивно и безжалостно. А за все ошибки на стартовом отрезке Загреб жестко был наказан. Торматы предпринимали некоторые попытки вернуться в игру. Иногда это получалось. Мощнейший бросок Абрановича и 9-4 после 15 минут. Какой обзор игры пассажир без сейва легендарного Тири Амэйе? В 26-й минуте преимущество Парижа достигло 10 мячей. Лучше на площадке Микель Хансен записывает свой актив 1 из 10 голов в этой встрече. Второй тайм стал формальностью. Впрочем, на локальные успехи Загреб был способен. Красивый мяч Ковачевича. И снова Микель Хансен. Практически все его броски достигли цели. 91%. Суперэффективность. Последний же гол в этой встрече на счету Луки Карабачича. Пассажир не оставил шанса своему сопернику. Уверенная победа. Рубрика «Заметка» вашему вниманию. На самом деле нечасто такое видишь в гандболе. Подходит к мячу Ракович. Это 7-метровый бросок. И смотрите, ему мешает бросить люк Абало. Естественно, он получает 2 минуты штрафа. И 7 метров нужно было исполнить заново Раковичу. Одержав важную победу в Норд-Дерби, Киль отправился в Плотск. Большая потеря для команды Гислосона – травма Патрика Винчика. Немцев ни травма лидера, ни атмосфера на арене не смутили. Марка Вуин забрасывает. Позади 10 минут, а на табло уже 0-5. Вот это старт для Киля. Еще один человек, который способен сделать разницу в матче – голкипер Никлас Ландин. Кажется, что его переиграли, но он все равно цепляется за мяч. Красавец. Ну и раз уж мы окончательно сбились на персонале, то давайте не забывать о Жанне Канелесе. Плюс 10 к перерыву для гостей. Парни Манола Каденоса показали, на что способны во втором тайме. Никчевич и Йони на двоих организовали гол ворота Киля. В итоге все закончилось без шансов для хозяев площадки. Черно-белые вновь побеждают. И доказывают Европе, что даже несмотря на кадровые проблемы, они готовы замокнуться на победу в турнире. Все мы помним, с какими трудностями Веспром столкнулся на старте сезона. Так или иначе, а венгры лидируют в группе А. И свои позиции Натя и компания должны были закрепить в игре против Бешикташа. Кстати, Натя вновь пропускал встречу из-за травмы. Впрочем, справиться с турками было нетрудно и без лидера. Начало игры осталось за гостями. Неманья Прибак забрасывает свой второй мяч. Финалист прошлого сезона потихоньку начал приходить в себя. Лекой на Нильсона, а тот отправляет мяч по назначению. 9-5. Уже впереди хозяева паркета. И сыграно четверть часа. За полторы минуты до конца первого тайма отмечился Давид Рашич. 16-12. И не все понятно. Команда Мурита Афина не рассыпалась и после перерыва. Отвоевали мяч, провели отличную атаку, завершил которую преданно. Дорогдачевич. Звездам из Балатона было трудно пробить Мирослава Кочища. Бешиктаж все еще в игре. Но когда не получается опытных исполнителей, на помощь приходит молодежь. Мартин Варью, а ведь ему всего 19. Несмотря на все попытки гостей, преимущество Веспрома не вызывало сомнений. Венгры по-прежнему лидируют в группе А. В следующем туре они встречаются с Киллем. Так что борьба за первое место еще впереди. Райан Левин против Вардера. Матч за лидерство в группе Б. Игон был самого высокого качества. Николай Якобсен удивил многих, отправив в запас ветеранов Шмидта, Генскаймера, Горецки и Петерсена. И это после того, как немцы выиграли 9 матчей на старте сезона Бундеслиги. А недавно в чемпионате расправились и с Киллем. В новом сочетании Левин выглядел несколько нервозно. Много пространства было у Вардера, чтобы атаковать. Дышибаев и Токсич разыграли красивую комбинацию. 3-2 впереди хозяева. Ларсен опытный человек в составе Левина. Забросив свой третий мяч в игре, он сравнял счет в матче. Команда Якобсена выправила игру. Стала обороняться более компактно. А впереди действовать более нестандартно. Вардер регулярно радует своих болельщиков яркой игрой. Дибиров. 18-16. Середина второго тайма. Ангелов заменил Штербика в воротах. И проделал впечатляющую работу, совершив серию шикарных сейвов. Позже Вардер обезоружил Левин. Использовав схему 5-1 в обороне. Забросил Карачич. Все стало понятно. Левин здорово играл, но этого не хватило, чтобы набрать очки в скопье. 25-19. И Вардер по-прежнему не проигрывает. По-прежнему лидирует в группе B. Матиэш Брумэн. Что я могу сказать? По-настоящему трудная игра, но мы заработали 2 очка. Мы счастливы. Победа. Это самое главное. Бардер победил Левин в важнейшей игре группы B. В нашей тактической рубрике мы разберем игру македонской команды в заключительные 10 минут. Переход на схему 5-1 в защите стал решающим моментом матча. Дибиров контролирует своего игрока. Матса Минца Ларсена. И слишком мало пространства у соперника. Угловой смещается чуть ближе к центру и опасность ликвидирована. И снова оборона 5-1 у Вардера сзади. Снова Дибиров выдвинут вперед. И даже бросить не получается. Такой вариант оборонительной игры остановил Левин. Время шло. Немцы раз за разом теряли мяч и получали контратаки на свои ворота. Вардер оказался в дамках благодаря одному грамотному. Решению. Фаворит на бумаге Барселона рассчитывала продлить победную серию в матче против французского Монпелье. Но убедительным стартом гости из Франции показали, что просто с ними не будет. Красивейшую комбинацию разыграли Колинец и Мачковшек. Мяч оказался в воротах. Но Барселона с каждой минутой подтверждала свой фаворитский статус. Гол Шипшека и 11-7 на 16-й минуте. Шесть мячей не хватало Виктору Томасу до отметки в 500 голов в карьере. Историческое событие все ближе и ближе. Но в воротах у каталонцев здорово играл молодой Гонсало Перес да Варгас. Посмотрите, что вытворяет этот парень. Несмотря на все старания, Монпелье матч закончился уверенной победой хозяев 37-27. Барселона здорово отреагировала на поражение в первом туре. И теперь дышит спину Вардеру. Болельщик недели. Возможно, через пару лет мы увидим его на площадке. Три матча, три поражения, ноль очков. Соперник в лице пика не сулил ничего хорошего. Матч за четыре очка для датского колтинга. Стартовый отрезок остался за командой Хуана Карлоса Пастора. Динамичный гандбол. Йонас Кальман, его бросок и 1-5 после 10 минут. Невероятная игра Балага и Бомбача. Вся эта красота выливается в 7 мячей преимущества за 10 минут до перерыва. Ничего не получалось у колтинга, но Лукас Карлсон какую-то надежду подарил. Команда Хенрика Кронберга старалась. В том числе и старался босс Пелерберг. Его шестой мяч в игре и отставание всего 4 мяча. Бросок Жольта Балага и все ясно. Впечатляющая победа Пика, который все еще имеет шансы побиться за самые высокие места. Ну а холдинг продолжает находиться на дне таблицы. Бардер – это команда, которой все еще никто не обыграл в нынешнем сезоне Лиги Чемпионов. Важная победа над Райан Левином позволила задержаться на вершине еще на время. Не забываем про Виве, Пик и, конечно же, Барселону. Ну а теперь пятерка лучших сейвов четвертого тура. Петер Ангелов супер успешно подменил воротах во втором тайме Арпада Штервика. Классная игра Куриткова, но еще класснее сыграл Кентанта. Гуру Сагина Кальде вновь проявил себя, на сей раз важнейшей игре против БГК. Он практически упал, но смог отвести угрозу. Никлас Лондин, переиграть его крайне трудно. Ну а лучшим признали спасение Деваргоса из Барселоны. Перемещаемся в Брест. Наш БГК играл против Лагронья. Лидеры группы – непобедимые брещане против второй команды Сикстета. Топовая игра группы Си. Начало получилось равным. Пас Атьмана на Бабичева и 7-7 после 13 минут. Сразу стало понятно, что встреча будет бескомпромиссной. Впрочем, Лагронья показал, что способен стать первой командой, которая обыграет БГК. Ангель Фернандес, который блестяще отыграл третий тур, формирует пусть и небольшое, но преимущество гостей. Но у Бреста нашелся ответ на поставленный испанцами вопрос. В атаке вновь неудержим был Крич Тепанс. Пятый гол. И на все пять мячей понадобилось пять попыток. Уровень. Далее в игру вступил Гуруца Генагальде. Пара ярких сейвов и Лагронья вновь приближается к сопернику. Хедлайнером же испанских атак вновь выступил Ангель Фернандес. Решающий мяч также на его счету. С 26 мячами он второй бомбардир группы, а лучший Кристиан Магмагро, также из Лагронью. С непробиваемым Эргинагальде в воротах Лагронья смог перевернуть ход матча и одержать важную победу. Между Порту и Москвой 3700 километров. Это максимальное расстояние между двумя городами, представленными в гандбольной лиге чемпионов в истории. Для зрителей своеобразный финал. Проигравший практически лишился бы шансов на выход в плей-офф. Команда Максимова наверняка знала об этом. И хорошо начала встречу. Плюс 4 после 10 минут. Драконы проснулись в нужное время. Сейв Кентаны придал команде импульс. Португальцы правильно использовали перерыв, а потом изменили все во втором тайме. Четвертый гол Густава Родригеса во втором тайме. И уже впереди Порту. Чеховские медведи не сдавались до самого конца. И мы обязаны за это отдать им должное. К сожалению для россиян перевести матч в ничью не удалось. Хозяева побеждают, проведя потрясающий второй тайм. Долгая дорога домой, к тому же и в плохом настроении для медведей. Победа Лагроню закрутила интригу в группе Си. У трех команд по 6 очков. Пятерка лучших голов четвертого тура. На пятой строчке комбинация Балага и Бомбача. Мощный бросок Дмитрия Шелесякова также попал в этот хит-парад. Шишкарев на Дибирова восхитительно. Парни из Вардера способны творить чудеса. Поэтому на них так охотно ходят жители Скопье. Он способен бросать сильно и незаметно. Юрия Долинес из Монпелье. Ну и на первой строчке гол Андра Линбоа из Эльверома. Собственно, Эльвером на своей площадке принимал Баэмара. Это уже группа Дим. Матч проходил в высоком темпе. Поэтому было много ошибок и потерь. Особенно в первом тайме. Баэмаре был чуть собраннее. 7-5 к середине первого тайма. С течением времени румыны играли все лучше и лучше. Альберт Крестеско оформляет преимущество своей команды. Размером в пять мячей. Норвежцы активизировались во втором тайме. Лука Митрович. Невероятная концовка обеспечена. Матч открыт. Последние минуты на часах. Румыны забрасывает. Йону Трамбо, кажется, приносит победу гостям. 12 секунд есть у Эльверома, чтобы спастись. И они делают это. Андра Линбо. Сумасшедшая игра. Самый настоящий триллер. Байамаре опускает победу в матче с преимуществом в шесть мячей на одном из его отрезков. Ничья, вырванная с мясом и кровью для хозяев. Набрав одно очко в трех матчах, Шавкаузен и тренер этой команды Маркус Бауэр оказались под серьезным давлением. Сделать жизнь чуть лучше можно было только при помощи победы над мотором. Представители Швейцарии понимали, что это, возможно, ключевая игра сезона. И в начале хозяева продемонстрировали мощную игру. Дмитрий Кютель 9-6 и лидерство хозяйской команды к 14-й минуте. Габар Часар был в полном порядке. Он оставил всю оборону мотора с носом и уже шестой мяч для Венгра. Провалив первую половину встречи, Запорожье включился в игру после перерыва. Малышинскас и его добротный бросок в задней линии. Мистер неудержимый Габар Часар не перестал доставлять проблемы сопернику. Иллюзию интриги запорожская команда создала лишь в самом конце. За пять минут до финальной сирены забросил Артем Казакевич. Шавхаузен довел дело до победы в три мяча. Отметим, что наш Борис Пуховский постепенно становится важным игроком для мотора. В этой встрече он записал свой актив в четыре мяча. Добился победы в Скиерн и отобрал у Металлурга первую строчку. За Скиерном три команды с четырьмя очками и две с тремя. Будет жарко. Символическая сборная четвертого тура. Второй матч и вторая победа на Фленс-арене. Особенно здесь любит играть один гонболист. Его фамилия Эгерт и он на позиции левого уголового в нашей символической сборной. Левый полусредний Миккель Хансен. Десять голов, одиннадцать бросков. Стоит ли обсуждать справедливость включения Хансена в число лучших по итогам четвертого тура? Габар Часар принес Шавхаузену первую победу в сезоне, забросив 14 мячей в ворота мотора. Микалург уступил с Керну, но экс-игрок БГК Янко Божевич вновь показал, насколько он важен для македонской команды. На данный момент он делит лидер со списки бомбардиров лиги с Микелем Хансеном. Хорошая компания. Этого не хватило для победы, но все же игра Дарка Джукича против Весброма впечатлила многих. А ведь Джукичу всего 20 лет. Пять голов, шесть попыток. Альберт Крестевску помог Баймаре заработать первое выездное очко в Лиге чемпионов. И кто же в ворота? Все просто. Всего один пропущенный мяч стартовые 10 минут и 8 в первом тайме. Фантастическая игра Ландина. Процент отраженных бросков 50. Шаг за шагом. Игра за игрой. Мы едем дальше. В пятом туре. Мы увидим. Ремейк полуфинала прошлого сезона. Палмарсон против своего бывшего клуба. Все это в рамках противостояния Весброма и Киля. Вибе принимает Барселону. Это игра тура в группе Би. В нашей же группе все взоры будут направлены на матч Португалии. Порту против БГК. Ну и что касается группы Ди, то в ней Баймаре сыграет с командой Лино Червара. В специальной рубрике мы сыграем в гольф с Николаем Якобсоном, главным тренером Райан Левина. Спасибо за внимание и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин